Погнали, да? Всем привет! С вами Вентилятор! И мы снова готовы набраться! Бабы там, они же покрутят жопы и все, и у мужика... Вы готовы? Как узнала я? Мы берем во внимание отношения мужчин и женщин. Я вас наслушалась, прихерела чуть-чуть, я пошла. Тема сегодняшнего выпуска — измены. Приходилось ли вам изменять? Да. Ой. Как вас зовут? Алексина. Ну все, куда пойдем, говорим. Лет, наверное, 12-14 моя мама меня уже повесила о злой правде судьбы и объяснила, что все мужчины изменяют, поэтому дело твое — принимать, не принимать. То есть человек с опытом твоя мать, она уже сказала, что... Да, будь готова, все изменяют. Все мужики, как она вот правильно сказала? Козлы, и все не изменяют. Классика. Ох, здесь много мужчин. Мужчин много, бородачей. Что вы знаете об измене? Изменяли ли когда-нибудь своим партнером? Ау. Нет? Нет, но я не хотел бы, чтобы кто-то это когда-либо испытал. Изменяли ли вы когда-нибудь своим... Конечно, нет. Конечно, нельзя. Нет, да? Нет. Тима, а вы? Нет. Нет, да? Нет. Приходилось ли вам когда-нибудь... Нет. Приходилось ли вам в жизни когда-нибудь, вот когда вы были в отношениях, изменять? Нет. Я считаю, что это недопустимо в современном обществе. Потому что это, если так сказать, на уровне трехлетнего ребенка, это нехорошо. Нужно сразу сказать, что я человек-лебедь, я никогда не изменяю, но могу гипотетически сказать про других мужчин. Вот, расскажите нам! Однозначно, однозначно! Вся красота жизни в этом и находится. В каком-то красивом, веселом приключении, который порой не связан с браком. Приходилось ли вам изменять когда-то в отношениях? Честно, да. Почему вы это делали? Чтобы скучно жить не было. Надоела бытовуха. Скучно, захотелось релакса, разнообразия, вот и все. В принципе. Ну, я думаю, что у всех, как всегда, захотелось – пошел, не захотелось – не пошел. Никто к этому не принуждает. И все это выходит из-за того, что просто, ну, на мой взгляд, скучно в отношениях становится. Ну, это одна из версий, наверное. Ответ очень прост, на самом деле. Я люблю кушать вот эту конфету каждый день. Но я не против, как бы, покушать еще вот, ну, и сникерсы изредка. Поэтому ответ, на самом деле, когда я не спрашивал, был всегда один. Ну, к тебе-то я вернусь, с тобой-то я всегда буду. Ну, а чего ж ее не попробовать? Погнали, да? Измена – это не только психология, это еще и биология наверняка. Поэтому у нас есть специалист сегодня, Виктор Хвир. Какая у вас должность? Доцент биологического факультета Белорусского государственного университета. В большинстве случаев измена мужчин может иметь предпосылку, связанную с инстинктом размножения. Как правило, все виды на нашей планете стремятся оставить как можно больше потомства. И мужчины или самцы, и у человекообразных обезьян, они также стремятся оставить как можно больше потомков, спариться с как можно большим количеством самок. Это естественная предпосылка к каким-либо формам измены. Как известно, наши мужчины не особо умные и думают, что их никогда не узнают о их изменах. Вот, как опознать изменщика? Надо провести в первую очередь следственные мероприятия. Нет, почему? Я думала, что только не без косметики. Так вы же в очках, причем без косметика. Можно один вопросик? На ваш взгляд, изменщика можно определить, есть ли у него приметы? Ну, по-любому будет врать и смотреть тебе в глаза. Да, может быть, почаще и начинает мыться. Я знаю просто таких мужчин-изменщиков, но они обычно ставят пароли обязательно на телефоны. Обычно всегда потирают все сообщения сразу же, не хранят ничего вообще. Ну, хорошо пахнут. Ну, и вообще у них как-то глаза горят. Ну, как-то это сразу видно, что бабник как-то нет. Как-то мышашка горит. Говорят, что не лучше становится. Что-то в себе такое, не знаю, одеваться начинают по-другому, там, прическу наводить. Изменщика очень просто. Когда он приходит домой за полночь, он совершенно отстраненный. Он совершенно... Он не тут, он там. С ней? Да, да. Вот, и поэтому тут определить его очень можно вычислить даже легко. Не знаю, ну, просто, мне кажется, есть умные мужчины, а есть, которые просто это делают, и им плевать. То есть... Как же нам это все знакомо? Потому что привез букет и не рос. Вот так. Это был один. Ну, а второй... У второго обнаружила где-то там под складом своих вещей не мои носочки, не мои трусики и так далее. На вопрос любимой отчей, то он сказал, мама в гости заходила. В стрингах 56-го размера такое бывает. Мама заходит убирать, переодевается, видимо, в сексуальное белье и начинает уборку. Так, надо. И что ничего не надо? Надо. То есть мужику можно лазить по чужим койкам, да? Конечно, натурный мужик, да. А женщине это нельзя. Так же женщине создано для того, понимаете? А для чего она создана? Как для чего? Родить детей. И? И воспитать. А вы будете ходить там своим трясти достоинством по разным... А чего бы нет? Ну, для этого и создано достоинство, чтобы прятать что-ли. Ну, все, я приняла одну измену, потом во вторых отношениях вторую приняла измену. Ну и решила, коль все вы изменяете, буду и я там. О, молодежь, стопэ. Приходилось ли вам изменять когда-нибудь в отношениях? Нет. Скажите, вам когда-нибудь изменяли или вы когда-нибудь изменяли? Ну, конечно, не было такого, что шутите, никогда. Вот вы в отношениях изменяли? Нет. Да. Ой. Не боитесь? Ну, хотелось разнообразия какого-то. Красиво. Ничто я не сухо. То есть ты изменяла уже в отношениях, правильно? Да, но у меня было все очень страшно. У меня прям была измена с его хорошим товарищем. Это было красиво. Ты решила мстить, вот скажи, это была месть все-таки? Ну, да. Я решила, коль ты мне так сделал больно, я тебе сделаю больнее. И решила взять его симпатичного бородатого товарища. Ну, а у своего времени-то мало находилась работа, съемки и так далее. А друг был всегда свободен. Ну, если друг свободен и симпатичен, почему бы нет? У вас это регулярно было? На протяжении полугода это было. И причем так некрасиво, ну, точнее, красиво. Со стороны измены это было очень красиво, это прям искусство. И вместе ходили в бары, рестораны, и день рождения вместе отмечали. И, о, боги. То есть ты понимаешь, что вы сидите красивые за столом, и ты знаешь, вот мой один партнер, вот второй. А потом, когда один отходит в туалет или покурить, ну, ты там с этим идешь книжки почитать. Потрясающе. Да. Да, вот такой, в тему такой немножко соленый анекдот, что женщина приходит, говорит, вы знаете, меня муж не удовлетворяет. Врач говорит, ну, знаете, там бывает и любовник, там можно немножко, ну, и любовник тоже. Да, и, знаете, на работе тоже я порой вступаю, она говорит, слушайте, да у вас мания, она вот-вот так и напишите, а то все, да, блядь. Так, а женщиной что движет все-таки? Ну, есть очевидно биологическая предпосылка, наиболее рациональная с точки зрения именно биологии, связана с тем, что женщина ищет наиболее успешного кандидата в отцы. Она на уровне инстинкта выбирает носителя более эффективных генов. Приходилось ли тебе изменять? Да, было дело. Почему? Потому что не было здоровых отношений, это были нездоровые отношения. Там был один момент такой смешной, что я встретилась вот с этим парнем, с которым я изменялся, мол, дома человек тогда, ну, вот мы с ним хорошо провели время, все, потом мне звонит мой парень тогда и говорит, типа, ой, давайте потом, ну, посидим дома, киношку посмотрим, я такая, думаю, блин, я, конечно, стерва в этот момент, но думаю, блин, как бы, а что делать? Вот, ну, короче, я поехал к нему, и он мне говорит, давай стендап посмотрим, такая, ну, давай. Он включает стендап Эдди Мерфи о мужских изменах. Женщины делают это стильно, они не бегают на сторону, как мы, женщины делают это стильно, они думают. И там был такой момент, что Эдди Мерфи говорит, типа, все женщины делали такое, о чем знают только двое. У всех женщин хоть один скелет да есть, даже у таких милых невинных малышек есть такое, о чем знает только она и другой. Я просто не понимаю, что два часа назад буквально что-то такое ужасное произошло, и я вообще не знала, как на это реагировать, потому что, ну, он, грубо говоря, рассказывал в этот же момент про меня, в этом паре сидел. То есть ты такая, вроде ангелочек, и получается, типа, это правда оказалось, на самом деле, по крайней мере, в моем случае. То есть изменщица, это девушки с, изменщица, это девушки с ангельскими личиками, да? Ну, наверное, да. Не обманывайтесь, у них у всех есть скелеты в шкафу, у некоторых не ебут, кладбище в шкафах. Открывайте дверцу, и шкафы, вороны летят. А вам изменяли вообще в жизни, бывало, так, может, по юности, но не обязательно сейчас, давайте. Я об этом не знаю, лучше не знать, наверное. Да? Ну, конечно. Хорошо. А вот у девушки, как определить, есть ли, вот изменяет ли она, вдруг вот ей пишет любовь? Слушайте, ну, вот, а девушки такие же хитрые, понимаете? Да, я думаю, мужчина даже подумать не может, что женщина будет изменять, поэтому особо можно и не прятать. Да, женщина, это, как его знать? Женщина? Ну, наверное, когда, ну, наверное, когда тоже женщина находит поводы, чтобы уйти из дома. То она должна встретиться с подружками, то она должна встретить друга, то она должна еще пойти что-то сделать другу, подруге и так далее и тому подобное. А под этим скрывается, к сожалению. На данный день? Да, к сожалению. Мы говорим, что ой, надо встретиться с Надюшей, надо встретиться с Катюшей. Ну и все, там, родной я в баре, не слышу музыку, Надюша напилась, повезу ее домой. А в это время едешь туда, едешь развлекаться со своим любовником. Скажи, ну в жизни твоей было, что вот ты понимал, что тебе твоя девушка изменяет? Я не рад. Со своим другом. Во-первых, я очень, во-первых, я тебе признательна уже, что ты сказал, это озвучил. Знаешь, почему? Почему? Потому что не все мужчины признаются. Как ты вычислил вообще эту ситуацию? А он мне сам сказал. И? Ну и все, сразу концы все. То есть ты не смог простить измен? Нет, конечно. Ну а потом, когда он, кстати, узнал о моей измене, у нас должна была быть свадьба. И за неделю до свадьбы мы расстались, потому что он сказал, я не могу. Я ложусь с тобой в кровать и вспоминаю того самого. А как мне, когда я вспоминаю твое черное? Хорошо, а вот еще часто говорят, что когда мужчина гуляет, это нормально. А когда женщина гуляет, то это вообще... Вообще не нормально, это паранормально, когда женщина гуляет. А такую женщину надо закрыть двери с обратной стороны и выгонять ее из дома, и все. И забыть, как ее зовут. Хорошо, тогда расскажите, почему мужчине можно изменять, а женщине нет? Потому что я так считаю. Это мое субъективное мнение. Хорошо, а почему ты не... Ну, ты же сам гуляешь, но она подгуляла. Почему ты не простила и не стали бы как... Почему тебя это задело? То есть ты гуляешь, это нормально, а когда тебе изменили, тебя это задело. Почему? Ну, я гуляю аккуратно. Не знаю. Почему именно в отношениях ты решила это попробовать? Ну, потому что я, наверное, надела, что все-таки с этим молодым человеком, с которым я встречалась тогда, что-то еще наладится. То есть ты решила, что ты пойдешь сейчас на сторону, переспишь с мужчиной, и потом почему-то все должно наладиться. Ну, да. Что за подход такой странный? Это была такая логика, что он уже об этом не узнает. А я просто... Потому что я очень злилась из-за того, что мне не хватало именно в сексуальном плане. И я потом подумала, что если я удовлетворю, я стану более мягкой, более доброй. Опять вернусь вот этот баланс какой-то в калию. И тогда уже на основании этого смогу дальше адекватно устроить отношения с этим человеком. Ну, как бы это был обман. Самый обман такой, самый большой. То есть у вас произошла взаимная месть. Вы не пробовали вообще обратиться к психологу, чтобы доктор разобрал эти проблемы? Помог вам психотерапевт? Да, уже не хотелось. Уже не хотелось, потому что стали разные какие-то восприятия на жизнь появляться. Ну, и решили, что да, все-таки надо разойтись. Идем в больничку. Хотим полюбопытствовать. Заходим в медицинский центр лечения зависимости. Сергей Борисович, психотерапевт, сейчас расскажет нам много хорошего и полезного. Я считаю, что основными причинами женской и мужской измены являются нарушения системных вещей. Это традиции, верования, все то, что имеет отношение к воспитанию и образованию. Иначе говоря, человек может быть обижен, но если он условно христианин, если он воспитан в таких вот классических взрослых отношениях, то он не позволит себе вот эту обиду реализовать в виде какого-то такого вот отвратительного, на мой взгляд, поступка. Когда один предает другу. Да, я считаю, что это непоправимо. Ну, вообще, я считаю, что отношение, когда хочется погулять, это не очень хорошее отношение. Но мне не понравилось, скажем так, но это все равно какой-то отпечаток накладывает. Иначе говоря, когда человек совершает такой поступок, вот этот рубец, он никогда на самом деле не заживает. И человек, все время обращаясь к каким-то переживаниям, так или иначе его касается. А готов ли ты, вот у тебя появляется семья, жена, есть шанс, что ты не будешь... Откуда я знаю. А вы можете ответить на вопрос, что вы... Конечно, я из личного опыта знаю, если человека любишь, изменять ему не будешь. Ну, вот видите. Вы готовы делить свою жену с другими мужчинами? Нет, конечно. Здравствуйте, а можно у вас пару вопросов? Конечно. Вы юная, молодая и красивая. Да. И еще не разочаровались в этой жизни, в отношениях, да, мужчин и женщин. Что вы знаете об измене? На самом деле ничего. Мой папа никогда моей маме не изменял. Ну, я думаю, что он только 5% людей не изменяет. Это только очень такие сцекуны, которые прям боятся реально. Ну, либо которые, не знаю, очень такие надежные. Но таких очень мало людей. Изменять плохо, но если у вас... Вы заранее договорились, что у вас не моногамные отношения, то это нормально. Но я лично не стал бы стоять в таких отношениях. Я за моногами, я за традиционные ценности. Короче, мне кажется, типа, что мужчины изменяют членам, типа, а бабы именно, вот, короче, сердцем. Вот что-то такое. Жизнь любого человека это было по-любому хотя бы раз. Ну, то есть я попробовала, изменила, и мне стало от этого только хуже. Люди, которые изменяют постоянно, на регулярной основе, имеют железную логику о том, что гуляют все. Конвенционально это не платоника. Поэтому семья это атовизм. Атовизм, созданный патриархальным обществом. Мама, знаешь, что ты умный у нее такой, нет? Все-ка, знаешь. Что ты за книжку прочитал, скажи мне? Моя мама встречается с человеком, который младше меня. Я просто дичь слушаю, на самом деле. Начитались умных книжек, а толку никакого. Никакого. Это связано с, опять же, незрелостью. Это проистекает из родительской семьи, когда вот мать с отцом ссорились, выясняя, кто из них мужик на самом деле, кто из них прав. Пока ребенок вот рос с нижайшей самооценкой, и он деформирован уже изначально. И поэтому, ну, кого он порождает вокруг себя? Нету вот в этом смысле мужчин, рыцарей, мужиков. Или их становится все меньше и меньше, или они считают, ну, как минимум, что они свободны в своих отношениях. Вы почитаете, что на самом деле? Никакой морали нет. Ну, если ты хочешь, значит, ровно. Если хочешь, чтобы ты был оленем, ну, будь оленем. Если ты хочешь, чтобы тебе вернулось это дерьмо, ну, значит, пускай она вернется. Нет, будь прежним. Такого не бывает. Все изменяют. Все изменяют? В смысле? Если он совершает, извините, измену, как плюет себе под ноги, я не знаю, здорово ли это. И потом уже, когда там дети родятся, когда что-то не то пойдет в отношениях, тогда уже можно, чтобы спасти отношения. И на самом деле, этот человек счастливым не станет. Точно. Семья – это работа. Ну, как? Ну, например, лишний раз уступить. Лишний раз засунуть в себя какую-то злость. Какое-то это так подышать и сказать, ну, ладно. Я-то, мол, умнее. Я уступлю. У меня семейный старт 40 лет. Поздравляю вас. И когда семья, она может измениться, если человек, понимая свои вот какие-то особенности, пришел и обсудил их со своей женой, со своей женщиной, они совместно решили, что вот так вот вести. И начинать надо с простого. А давай мы попробуем вот сыграть, да, например, счастливую семью. Если я и найду себе человека, то это все-таки будет какой-то человек, ну, раз и на всю жизнь, все-таки, знаете, эти розовые сказки о воздушных единорогах Японии и все такое. Вот. Но все-таки я считаю, что найду себе человека, которого буду любить долгое время. Мои дедушка с бабушкой прожили в браке 50 лет на самом деле. То есть фундамент есть хороший? Они вообще не ссорились, ничего. Вот у них не есть кого брать пример на самом деле. Я просто в шоке, да, спасибо. Я просто столько мнений о нем выслушала, что я желаю тебе удачи, спасибо. Да, онлайнер, удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!